Итак, уважаемый слушатель, приветствуем тебя на нашей комплексной программе, которая посвящена освещению проблем деятельности репетитора. Кто такой репетитор, как им стать, какие компетенции требуются современному репетитору, работая в нашей цифровой современной среде. На сегодняшней нашей встрече у нас присутствуют два специалиста из разных сфер профессиональной деятельности, но их объединяет одно. Все они репетиторы, в том числе и я. И мы постараемся осветить для вас одни из важнейших вопросов, которые каждый репетитор встречает в своей повседневной практике. И начну я с вопросов методических, технологических и организационных. Представлюсь, меня зовут Павел, я методист, репетитор по истории обществознанию. У меня два профильных образования, философское и педагогическое. Итак, хотелось бы начать с того, что к занятию с ребенком нужно готовиться. Готовку следует начинать, естественно, уже тогда, когда вы знаете уже, к какому ученику вы идете, знаете, какой его возраст, и, возможно, даже вы заранее смогли провести с ним оценочный тест на выявление его проблемных мест. Это не важно даже касается либо подготовки его к нашим единым государственным экзаменам, либо устранения пробелов в школе, либо вообще подготовка к школе. Это не важно. Всегда есть определенный перечень учебных задач, которые репетитор призван решить. Итак, начать подготовку к первому занятию требуется с оценки возможности своего ученика и уже на основе его выстраивать рабочий, повторюсь, рабочий учебный индивидуальный план работы с этим учеником. Стоит здесь также обратить внимание на то, что в своем учебном плане вы должны будете отразить некоторые ключевые моменты а-ля контрольные работы, которые будут отражать эффективность вашей работы и, возможно, даже приводить к коррекции учебного плана. Заинтересовать ученика на протяжении своего обучения можно разными способами, но самое известное из них – это использование игровых элементов. Здесь поправлюсь и обращу внимание на то, что именно использование элементов игры, а не самой игры как такового. Под элементами игры могут подразумеваться работа на время работы или обучение по каким-то правилам. Например, читаем только один текст, работаем с одним текстом, две заклятки на другой. Или правило – мы работаем дома с частью текста, но уроки с другим текстом. Или даже может быть правило, что мы решаем какую-то задачу совместно с родителями. Правило может быть несколько то, смотря в каком предмете, в какой области вы работаете. В игре очень важно устанавливать некие границы этой игры. Время – те же самые правила и ограничения те или иные. Ну и, конечно же, в игре очень важен финиш, к какому результату вы должны прийти. Интерес ученика будет зависеть от результата, получаемого им не в какой-то дальней перспективе, как, например, получение максимального балла на экзамен. Это интересно каждому. Ну и, конечно же, на каком-то более коротком отрезке. Скоротечная цель, да, быстро приходящая. Ну, например, решение открытых вопросов успешно, формулирование своей мысли грамотно, да, которую вы можете как репетитор, авторитетный представитель для своего ученика оценить. Итак, для того, чтобы вы могли успешно реализовывать себя в работе с учеником, конечно же, вместе с построением учебного плана ученику, вам нужно простроить и свой учебный план. Это позволит вам быстро сформировать профессиональные навыки. Именно быстро. Существует на рынке оказывающих, на рынке репетитора, так сказать, разные специалисты, да, и когда вы себя оцениваете, условно, смотрите на себя в зеркало, то, наверное, вы можете сказать, что некоторых навыков вам не хватает или, может быть, к чему-то даже немножко страшно прикасаться. Поэтому здесь стоит отбросить страхи в сторону, начать работу с учеником, который у вас есть, или с учениками, которые у вас есть, но при этом вести определенный дневник наблюдения, смотреть, какие ошибки совершаете вы, не лениться их фиксировать и прорабатывать дома. По сути, вот эта самостоятельная работа в практических полях над собой – это и есть формирование быстрых профессиональных навыков. Постоянное повторение и отработка своих ошибок сделает из вас замечательного профессионала, который сможет браться фактически за любые задачи, за любые проблемные темы и за любых знающих хорошо тему или абсолютно не знающих тему учеников, ленивых учеников, гиперактивных учеников. Как репетитор вы можете сталкиваться с разными ситуациями. Поможет вам в этом новые онлайн-инструменты, которые есть в открытых источниках для подготовки к уроку, для контроля своей деятельности. Например, можно использовать схему мира, можно использовать трейла, но, как правило, репетиторы могут работать и в обычном онлайн-документе, в котором, вернее, все данные сохраняются и к которому вы можете обратиться из любой точки, вы можете внести любые корректировки и, может быть, даже поделиться со своими коллегами по анализу своего учебного плана. Это очень важно. Взаимодействие в профессиональном сообществе, корректировка своих наработок, оценка их – это крайне важно, поэтому здесь не стоит этого бояться. Возможно, не каждому можно обратиться, но, например, в нашей безопасной онлайн-среде, в которой вы обучаетесь, вы можете свои наработки представлять либо, а, преподавателю, либо, б, в чате своим коллегам, которые точно так же учатся на репетиторах, учатся быть классным репетитором. Соответственно, когда вы выходите на онлайн-занятие или на оффлайн-занятие, вам нужен план занятия. План занятия, он в классическом виде, так скажем, в классическом, представляет два варианта. Первый вариант – он в формате сценария выполнен. То есть есть роль ученика, вашего подростка, и ваша роль. И вы расписываете буквально каждую свою речь. А есть проектирование сценария. Сценарий урока состоит, проект сценария состоит из нескольких этапов. Первое – это знакомство с новым материалом, мотивационной составляющей. Дальше идет теория – новый материал. Следующий идет рефлексия, самостоятельная работа и закрепление материала. Примерно пять этапов. Вот эти пять этапов вы должны либо в презентации, либо в своей рабочей тетради всегда учитывать и вести. Если урок не структурирован, если в уроке перемежается закрепление нового материала, изучение нового материала в разных этапах вашего урока, то есть по таймингу, вы начинаете с нового, потом начинаете переход к старому материалу закрепления, рефлексия у вас как таковая может отсутствовать, например. Под рефлексией мы понимаем с вами либо более свободное обсуждение с вашим учеником новой темы, либо выполнение самостоятельного задания. Желательно, чтобы это задание было открыто, и он мог вам устно это сказать или быстро напечатать. На рефлексию в проекте урока отдается примерно не более пяти минут. На изучение нового материала также откладывайте не более пятнадцати минут, потому что каким бы ученик ни был, если это ученик средней школы, старшей школы, то все равно закрепление, то есть все равно удержание концентрации внимания у него довольно-таки активное в первые пятнадцать минут. Дальше вам необходимо вставлять какие-то элементы, интегрировать свой урок, либо игровые, либо ту же рефлексику представлять, либо давать ему тесты. Поэтому на новый материал вы анализируете, что должно отходить пятнадцать минут, не более. Так, и, конечно же, вам как репетитору очень важно выстроить правильную коммуникацию со своим заказчиком. А кто он? Естественно, это родители. Критерий качества работы, в общем-то, является в какой-то степени это положительный отклик заказчика, а именно родители. Но зачастую родители просто отклоняются от своих обязанностей родителя погружаться в успехи ученика или неуспехи. Некоторые репетиторы допускают определенную ошибку. Пользуясь этим невниманием, они утаивают неуспехи ученика и просто получают прибыль за свою работу. Это есть такой вариант, на рынке подобных услуг это встречается. Но когда мы идем с вами по пути качественного развития своего подопечного, да, то, конечно же, для родителей нужно предоставлять какой-то дневник наблюдения, какие-то успехи ученика. И стоит не бояться разбирать с учителем ошибки своего ученика, предоставлять примеры решенных заданий. Важно также учитывать такой момент, что коммуникация родителей, репетиторов и ребенок – это некая триада, в которой важную роль составляет связь родителей и ребенка. Иногда родители являются более директивными такими назидателями на ребенка, в результате чего ребенок теряет мотивацию к обучению. Поэтому здесь, принимая во внимание вот этих психологических особенностей родителя, вам требуется в каждом случае по-разному, в каждом случае уникален, взаимодействовать с родителем, выстраивая с ним, повторюсь, эффективную образовательную среду, так, чтобы ребенок не терял мотивацию к обучению, но при этом родитель знал и был в курсе успехов его, успехов ученика или их отсутствия, что самое, конечно, самое приятное. Вот, поэтому гнаться за оплатой – это лишь второе. В погоне с заплатой репетиторы некоторые рискуют оказаться в положении получения плохого отзыва, негативного отзыва, что крайне плохо для сарафанного радио. По сути, репетитор – это тот, кто как домашний врач, лечащий врач, семейный врач, передается из одной семьи, например, в другую. Следующий момент, который хотелось бы здесь продолжить логично, это допускаемые ошибки учеником. Здесь не стоит принимать все на личный счет. Тоже выстраивание личных границ репетитора – очень важная тема. Если ученик допускает в школе, например, на контрольной работе ошибку, то не принимайте это на личный счет, потому что на ученика может влиять его эмоциональное состояние, можно прекрасно понимать, что возрастные особенности развития ребенка или подростка, они очень сильно влияют на его когнитивные способности реализации в полной мере в той или иной ситуации. Поэтому, когда у вас есть дневник наблюдения, когда у вас есть материалы от ребенка по вашим практическим заданиям, то ошибки, сделанные им либо на занятии, либо вне занятия, для вас не являются катастрофическими. По сути, ошибка – это нормальный учебный процесс, который может допустить ребенок. Обучение – это и в то же время та же самая игра, которая готовит его дальше к совершению меньших, уже во взрослых профессиональной деятельности. Вот. И, конечно же, здесь хотелось бы еще обратить ваше внимание на то, что в нашем курсе вы освоите ряд методик и технологий обучения. Конечно же, мы не можем дать их исчерпывающе. Все, чтобы вы их прошли, узнали все методики и технологии составления, формирования педагогических систем. И какой бы ни был ребенок, незаинтересованный, с низким уровнем общей культуры, ленивый, с отсутствием мотивации, да, вот вы бы всегда могли найти в нем какую-то искру, которая бы включила в ваше образовательное занятие. Вот. Поэтому, к чему я веду? К тому, что изучив разные методики и технологии, которые мы вам предоставляем, продолжайте изучение их и дальше. Потому что поиск ученику того или иного подхода, включение, интеграция этих педагогических технологий в свой индивидуальный учебный план работы с учеником, именно это позволит сделать ваш план уникальным, а ребенка сделать, обучение ребенка сделать эффективным. Вот. На этом бы я хотел завершить. И поскольку с методикой мы разобрались и постепенно мы стали говорить уже о психологии ребенка, да, выстраивании личных границ, о психологии доверия, погруженности в интересы ученика, я бы, конечно же, хотел передать слово уже компетентному специалисту Татьяна. Татьяна методист, практикующий психолог, репетитор, два высших образования, психолог и педагог. Татьяна. Да, спасибо, Павел. Здравствуйте. Очень рада видеть. Да, сейчас мы режим докладчика. Так, я докладчик, я разговариваю, но я не перехожу на себя. Так. Ага, все. Итак, да, здравствуйте. Спасибо. Всех приветствую, наших студентов. Меня зовут Татьяна. Да, я практикующий психолог, педагог, человек с опытом репетиторской деятельности. Каждый раз, думая о репетиторской деятельности, я задаюсь вопросом. Причем же здесь психология? Зачем она нам нужна? Зачем вообще знать психологические знания? И что не хватает учителю каких-то таких знаний психологических, чтобы качественно, полноценно, а главное, успешно выполнять свою репетиторскую деятельность? Ответ достаточно прост. Нам, как репетиторам, может не хватать новых знаний. Новых знаний, которые открываются в последнее время. Новых знаний о том, как развивается ребенок, как работает его мозг, как какие-то нюансы, новые психологические техники взаимодействия. Очень важный момент – это общение с родителями, как их выстроить, как наладить коммуникацию, при которой родитель будет вовлечен в образовательный процесс. И вот ответ на эти вопросы будет в нашей программе. Мы поговорим с вами о том, как помочь родителю принять неуспешность своего ребенка, как сделать так, чтобы приняв эту неуспешность, он принял активную позицию, занял, заняв эту активную позицию, стал соучастником вашего образовательного процесса. И неважно, какого возраста наш ребенок – начальная школа, средняя или выпускник старших классов. Безусловно, ответственность ребенка главная, но родитель в данном случае, как заказчик, как наблюдатель, он лучше всего, если он будет соучастником образовательного процесса, соответственно, нашим с вами помощником. И вот техники налаживания такой коммуникации, они будут в нашей программе. Помимо отношений с родителями, еще очень важный момент, в котором важны психологические знания – это отношения с нашим учеником. Мы много раз слышали о том, что нам нужно знать субкультуру современной молодежи, нам нужно иметь представление, что волнует современных детей. Безусловно, нам это очень важно, и мы это знаем как учителя. Что же тут может быть нового, что новое с психологией. А новое здесь может быть, не удивляйтесь, какие-то новые техники манипулирования ребенком. То есть построение индивидуальной работы с ним несколько отличается от работы в классе. Вам, как учителю знакомому, ну, отчасти, или очень хорошо знакомому с методиками и технологиями. Работа с целым классом не всегда может быть легко перестроиться на индивидуальную работу. Так в нашей программе мы расскажем о том, как выстроить эту индивидуальную работу. Как здесь... В нашем курсе мы с вами поговорим о том, чем индивидуальная работа с учеником будет отличаться от работы групповой, и каким образом найти подход в этой индивидуальной работе. Как настроиться на ребенка. Сколько времени это займет. Это занимает достаточно много усилий, но немного времени. И владея техниками построения работы с ребенком один на один, да, вы сможете сделать это достаточно легко. Выстраивая работу с индивидуальной учеником, мы с вами начнемся проектной работой. Потому что работа с одним учеником это небольшой проект. Когда мы, используя определенные техники, настраиваемся на нашего ребенка, продумываем индивидуальную работу, соответственно, которая имеет свое начало и завершение по определенным моментам. Ну ладно. Так, это первые моменты, касающиеся психологии и ее значимости в работе репетитора. Немаловажный вопрос это сохранение здоровья самого репетитора. Мы знаем, что репетитор, как педагогическая единица, да, как человек, занимающийся образовательной деятельностью, он еще сам из себя представляет ресурс. Да, то есть ваша, наша личность репетитора является ресурсом, которым необходимо не только поддерживать, но и развивать. Что же это значит? Ну, например, это значит, что необходимо поддерживать себя в ресурсном состоянии, да. Что нам может помочь в данном случае? Это и отслеживание своего состояния, да, то есть через самоанализ, через анализ своего состояния, через проработку тех эмоций, которые у нас возникают. Это первый момент. Следующий момент это самомотивация, да, то есть это когда мы сами себя настраиваем на работу, мы исследуем свои возможности и мотивируем себя. Мотивация это достаточно сложный процесс, особенно когда ресурс педагога, такой вот жизненный ресурс, да, вот снижается, и тогда уже вопрос мотивации, он достаточно остро стоит. Рано или поздно любой репетитор доходит до этого момента. Что делать в этом случае? Как замотивировать себя на работу? Что поможет вам, дорогие наши репетиторы? Визуализация вашей цели, да, то есть вы выполнены наглядно. Что это может быть? Может быть какой-то образ? Это может быть визуальный ряд, это может быть продуманная, путь продуманный к цели, да, на каком моменте вы в данном случае. Следующий момент. Помимо визуализации, нам может помочь, конечно же, вовремя оказанная помощь эмоциональная со стороны, например, внешнего окружения. Нам может помочь какое-то приятное дело восстановить свой ресурс. Нам могут помочь общение, друзья, созданный круг коллег, сотоварищи, да, с которыми мы можем поделиться своими трудностями, обменяться мнениями. Стресс – это работа со стрессом, что делать, когда ресурсы на исходе, да, то есть в такой ситуации. Это отдельный блок, он очень, безусловно, важен, и про него мы тоже будем говорить, мы будем знакомиться с понятием стресса, понятием профессионального выгорания, понятием негативных истощений эмоционального, да, то есть где, где та самая грань, где те самые критические точки в работе репетитора, когда ситуация критическая, как понять, что она критическая, как вовремя помочь самому себе. Это важные моменты, потому что мы инструмент, да, это нужно знать, что репетитор и его личность являются инструментом, инструментом для хорошей, качественной деятельности. И про самомотивацию. Самомотивация очень важна, безусловно, так, самомотивация, безусловно, важна нам с вами. Нам важно быть уверенными в себе, замотивированными, полными энергии, готовыми отдавать знания, энергии и, безусловно, хорошими высококлассными специалистами. О том, как создать благоприятное впечатление, как сделать себя более презентабельным, качественно, визуализировать свой образ, качественно рассказать о себе. Я, пожалуй, предложу Ане. Спасибо. Спасибо большое, Татьяна. Основные вопросы по психологии, по самомотивации, по визуализации, я думаю, они нашим слушателям были интересны и всегда очень необходимы и полезно вспомнить для себя, по сути, очень важные психологические базовые методики. Мы часто о них забываем, когда выстраиваем, когда определяем некорректную свою нагрузку, либо просто делаем большую нагрузку по необходимости. Многие вещи, обеспечивающие нашу жизнеспособность, жизнедеятельность и жизнестойкость, они просто уходят на второй план, репетитор быстро выгорает, качество понижается, ну и так далее и тому подобное. Поэтому, Татьяна, спасибо вам большое. В нашем материале, мы надеемся, вам будет очень интересно узнать и прочитать подробнее о подобных элементах психологического, профилактики психологического выгорания, доставления границ и установления своих целей. Ну а сейчас тогда передаю слово Анне, Анна-методист, методолог онлайн-образования, репетитор по иностранному языку, со стажем более 10 лет, у нее три высших образования, также педагог, магистр педагогики и муниципальное управление. Анна, вам слово. Да, спасибо большое, коллеги, добрый день, слушатели, рада вас приветствовать на нашей программе. И сегодня я вам расскажу, ну, наверное, о такой лайфхаке моей репетиторской деятельности, потому что у меня достаточно большой опыт, и я с вами поделюсь теми инструментами, которые я использую в своей работе. Ну, в первую очередь, ваш инструмент – это ваша речь, условно, потому что, чтобы произвести положительные впечатления при первой встрече, нужно, ну, и это впечатление будет дальше определять ваши партнерские отношения как с учеником, так и с родителями. Поэтому ваша речь должна быть очень убедительная, содержательная. Вы должны говорить спокойно, без лишних слов паразитов. Вы должны убедиться, что ваш собеседник хорошо вас понимает, и вы должны уметь донести ученику и также его родителю то, чтобы было все понятно. Изначально вам нужно договориться с родителями о том, ну, вот, из своего опыта скажу, да, на каком языке будет преподаваться урок. Очень часто родители просят вести урок исключительно на английском языке, хотя ребенок не всегда может понять то, что вы говорите. Поэтому вы всегда должны переспрашивать у своих учеников, все ли им понятно, все ли они понимают. Но для того, чтобы вести урок на английском языке, и ваши дети тоже могли активно в этом участвовать, конечно, у детей должен быть богатый словарный запас. Как вы понимаете, чтобы расширить свой словарный запас учеников, нужно достаточно очень часто заниматься, переводить пассивный словарь в активный словарь. Для этого существует на данный момент достаточно много способов, очень много интерактивных карточков, платформ, заданий. Поэтому все это в открытом доступе. Вы можете спокойно использовать, подбирать под каждого ученика те задания или те сервисы, которые подходят. Отлично. Спасибо, Анна, большое за ценные рекомендации по языковой подготовке. Вообще иностранный язык, он пользуется спросом для репетиторов, поэтому вот эти рекомендации, особенно начинающим репетиторам, следует учитывать и брать себе в обойму. Ну а мы желаем вам успешного и продуктивного дальнейшего обучения, чтобы у вас оно было полезно, проходило с пользой и практической применимостью. Желаем успехов и продолжать дальше осваивать наши дисциплины. Продолжение следует...